Как отреагировали на эти заявления в Европе и чем грозит противостояние между Израилем и Ираном, разбиралась Светлана Чернецкая, она в Лондоне. Европа по сути проигнорировала впечатляющие представления израильского премьера. Несмотря на красочную презентацию в PowerPoint, ЕС не увидел и не услышал ничего нового. Три главных игрока на европейской политической арене, Великобритания, Германия и Франция сообщили, их приверженность к соглашению с Ираном остается в силе и этот документ является одним из факторов мира в регионе. Именно эти три страны вместе с Россией, Китаем и США поставили свои подписи под сделкой в 2015-м. Тогда Тегеран пообещал ограничить масштабы ядерной программы в обмен на ослабление режима жестких санкций. Мы никогда не были наивны по отношению к Ирану и его ядерным намерениям. Я понимаю беспокойство Израиля и США, но позиция британского правительства предельно ясна. Мы верим в эту сделку и будем делать все возможное для снижения напряженности между странами. У нас есть механизмы для решения возможных проблем, но я не увидела аргументов премьер-министра Нетаньяху по поводу несоблюдения договора, то есть нарушения Ирана в своих обязательствах в рамках ядерной сделки. Многие аналитики соглашаются. Презентация израильского премьера была нацелена на одного единственного зрителя. Это американский президент Дональд Трамп. Он не единожды заявлял, что готов разорвать ядерное соглашение с Ираном по причине нарушений со стороны Тегерана. Мол, там продолжают разрабатывать ядерную программу. Окончательное решение он должен принять через полторы недели, так что выступление Нетаньяху пришлось как нельзя вовремя. В самом Иране обвинения Израиля называют сплошным враньем. Эти две страны давние враги и напряженность между ними продолжает расти. Особенно после того, как Иран увеличил свое военное присутствие в Сирии. И якобы поставляет оружие Хизбалле, которое враждебно относится к Израилю. Но пока Европа уверена, договор по ядерному оружию на данный момент лучшее средство для сдерживания влияния Тегерана на Ближнем Востоке. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.